Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Комфортная среда и жилищные вопросы. Глава Чуваши Михаил Игнатьев примет участие в расширенном заседании Госсовета России. Первый раз в первый класс в Доме правительства обсудили заявочную кампанию. С приставкой или без в апреле Чуваши переходят на новый формат ТВ-вещания. Сегодня в Анаполисе, городе-спутнике Казани, состоялся семинар-совещание для руководителей регионов, на котором обсуждались перспективы развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды в субъектах. В нем принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Работа проходила в группах. Руководители регионов детально, с учетом особенностей, рассмотрели вопросы комплексного развития строительной отрасли, эффективного использования земель, совершенствование нормативной правовой базы и другие. Обмениваемся обычными практиками. Это очень интересно и полезно. Во-вторых, тот потенциал, который есть с учетом особенностей каждого региона Российской Федерации, мы хотим максимально использовать. Потому что вызовы другие стоим из квадратного метра увеличиваются. Мы должны стимулировать спрос на жилье. 12 февраля там же в Анаполисе состоится расширенное заседание президиума Государственного совета России на эту тему. 16 тысяч детей в Чувашии в этом году впервые сядут за парты. С конца января родители первоклассников начали подавать документы в учебные заведения. Причем заявления можно подать как лично, так и в электронной форме. О том, как проходит заявочная кампания в этом году, говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Заявочная кампания в самом разгаре. Уже принято более 7 тысяч электронных заявлений. Система отлажена, работает без сбоев. Благодаря электронной записи обеспечивается прозрачность приемной кампании. В муниципалитетах республики запись в первые классы идет без особого ажиотажа. Но в столице Чувашии ситуация непростая. Мест первоклассникам явно не хватает. Не все заявления родителей удовлетворены, к сожалению, по тем школам, по которым было названо. Будем решать в течение этой недели эти вопросы, встречаться с родителями, объяснять или переводиться в другие школы, либо, как сказал, вторую смену, либо дополнительные классы по мере возможности. Наиболее востребованными в этом году оказались 6 школ города. Особенно обеспокоены жители Садового. На весь микрорайон здесь одна школа на 1650 мест. Родители сталкиваются с такими ситуациями, что они по месту жительства в закрепленную школу не попали. Пытаются устроить ребенка в другие школы. Им отказываются в связи с тем, что они не закреплены за данной школой. И начинается бег по кругу, в том числе по инстанциям. У меня предложение закрепить за районом Садовой, Богданка, очень большой район и очень много детей, хотя бы еще одну-две школы. Проблема очевидна. И сейчас очень важно наладить взаимодействие разных ведомств, чтобы принять верные решения и учесть интересы первоклассников и их родителей. Заявления от родителей будут приниматься до 30 июня по месту жительства, а с 1 июля на свободные места без учета прописки ребенка. В любом случае, все первоклассники республики должны 1 сентября пойти в школу. По программе «Ростуризм» республика планирует получить из федерального бюджета почти 2 миллиарда рублей на создание туристского кластера «Чувашие сердце Волги». Срок реализации проекта – 2019-2021 годы. Сегодня подписано соглашение между федеральным ведомством и правительством республики. Важность этого проекта вряд ли можно переоценить. Объектом реконструкции станет, по сути, территория, которую можно назвать речными воротами столицы. На этот год республика получит 500 миллионов рублей. Предполагается реконструировать Московскую набережную, Свято-Троицкого монастыря и Красную площадь. Оценивала качество заявок компетентная конкурсная комиссия из представителей «Ростуризма», Министерства экономического развития, Министерства культуры, Общественный, Торгово-промышленный палат. План обновления обсуждался неоднократно. Над ним вместе со специалистами работали и чебоксарцы. Реализация проекта рассчитана на 4 года. В его рамках полностью изменится и территория вокруг залива. Удачный региональный культурный проект нужно тиражировать. Например, такие, как детский сводный хор Чувашии. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с деятелями искусства республики. О других темах в нашем материале. В последние годы провинциальные театры получают поддержку со стороны федеральных властей. По проекту «Культура малой Родины», в который входят три направления – театры детям, театры малых городов, местный дом культуры, в республике ремонтируют театры, закупают новое оборудование, ставят постановки и организовывают обмены и гастроли. Для творческого человека, понятно, актуальность своей собственной работы очень важна. А это можно только при обмене. Если мы видим, приезжаем, привозим свой спектакль, свою постановку в другой регион, нам важно, как другой зритель реагирует на то, что создано у нас здесь дома. И поэтому гастрольная деятельность, поддержка – это грандиозная для нас программа. На содействие именно детским театрам ежегодно выделяется 1 миллиард рублей федеральных средств. Мы эту программу будем продолжать и дальше. Там идут средства и на ремонт, и на постановки, плюс мы активно включаем детские театры. Во все гастрольные программы. И, наверное, с этого года мы рассмотрим вопрос, чтобы творческие работники детских театров, ну и вообще творческие работники провинциальных театров России имели определенные преференции в части получения званий заслуженных артистов и заслуженных работников культуры. Свои системы поддержки выстроены в регионе. На Гран-Тагалавычуаши реставрируются старые музеи и открываются новые. На средства из республиканского и федерального бюджетов модернизируются библиотеки. На сегодняшний день рейтинг библиотек в информатизации, он самый высокий по России. У нас практически 100% библиотек подключены к интернету. Электронные каталоги, которые отражают фонд библиотеки, это уже 97% фонда. В этом году в России стартовал нацпроект «Культура», а в него тоже включили библиотеки. Мы будем выделять гранты на лучшие проекты, и малые библиотеки, и межрегиональные библиотеки. Вот они будут разных размеров. И хотелось бы, чтобы, опираясь на этот грант, но добавляя собственные силы и собственные средства, вы действительно преобразовали библиотеки в настоящие центры культурного досуга и образования. На встрече обсудили работу школ искусств, клубов и сельских домов культуры. Работа по развитию отрасли будет продолжена. Татьяна Леонтьева, Бухтиар Вилеев, Республика. Глубое топливо в заводжии будет подано до конца этого года. Строительство поселкового газопровода на завершающей стадии. Реализацию совместных проектов Чувашии и корпорации «Газпром» обсудили на прошедшем в Чебоксарах Оркомитете по подготовке к юбилейным датам. Сегодня у нас действует программа газификации и газоснабжения на период 2016-2020 год. В результате за этот период уровень газификации республики был повышен на 25%. Сегодня он превышает 93%. Это почти рекорд. Может быть, немножко еще там в Татарской, в Татаре, там уровень повыше немножко, да, или там на Северном Кавказе в некоторых республиках. И касаясь уже инвестиционной программы самого «Газпрома» по газификации заводжии через Мариел, они работы, все те, которые должны были сделать, сделали. Дальше потребители, синхронизации, все это делается. И «Газпром» всегда выделялся и выделяет на разные мероприятия по тем программам, которые есть у «Газпрома». В этом году уровень газификации в Чувашии должен достичь 100%. Такая задача определена в приоритетной программе, которую в республике реализуют совместно с федеральной корпорацией. Заместитель председателя правления «Газпрома» отметил, что свои обязательства региональные власти выполняют. Еще один перспективный проект – развитие рынка газомоторного топлива. Это сегодня очень экономично, экологично, но вы признаете, что цена на природный газ даже в таком компримерном виде по сравнению с дизельным и бензином три раза ниже. Сегодня цена на газ, качество топлива составляет 16 рублей 50 копеек. Бензин, вы знаете, там под 50 уже состоит. Чувашская республика тоже примет участие в проекте. В ближайшие годы в республике планируют расширить сеть газозаправочных станций. Подведены итоги конкурса «Факел сотрудничества». Он уже стал традиционным. Учредителями его являются «Газпром Межрегион Газ Чебоксары» и «Газпром Газораспределения Чебоксары». Мероприятие проводится ежегодно в целях укрепления партнерских отношений между поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителями газа, юридическими лицами. Кто получил «Факел сотрудничества» в нашем материале. Такой «Факел сотрудничества» ежегодно вручают организациям, ставшим победителями конкурса. Высокий статус мероприятию придало присутствие начествований председателя Республиканского Кабмина Ивана Маторина и главного эксперта департамента ПАО «Газпром» Леонида Калинина. По итогам работы за 2018 год лучшими признаны 12 предприятий различной формы собственности. Для потребителей созданы равные возможности для победы. Лучших определяла конкурсная комиссия в четырех номинациях по определенным критериям. Это, в первую очередь, бесперебойное потребление этого природного газа. Второе – безаварийная работа по вине потребителя. Энергосбережение. Это, естественно, оплата. Все эти факторы складываются. Сама идея очень интересная – поощрять и пропагандировать именно труд, который действительно добросовестен, честен, когда к труду подходит с профессиональной точки зрения и с большой долей ответственности. Одним из лауреатов конкурса стал «Ростелеком». Безусловно, любая награда, она приятная. И это действительно большой труд коллектива. И действительно, в 2019 году мы планируем расширять наше сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Думаю, что оно будет, скажем так, в обе стороны. Чебоксарский хлебозавод номер один стал победителем среди крупных предприятий. Характеризуем «Межрегонгаз» как самый надежный поставщик газа. На предприятии ведутся мероприятия по экономии потребления газа, модернизацию производства, улучшение костейльной и предприятия. Эффективное использование газа, соответственно. Опыт предприятий победителей – отличный пример для подорожания. Иван Моторин в приветственном выступлении отметил, что правительство республики поддерживает проведение такого конкурса. Значимость обоюдного исполнения обязательств, ответственность потребителей, поставщика газа и газораспределительной организации имеет важное значение для эффективного экономического развития Чуваши. Принято республикой ряд решений по модернизации газового хозяйства. Это в таких городах, как Алата, Ядрен, Козловка, Шумерля. Что непосредственно позволит нам, опять же, соблюдать платежную дисциплину, надежность газоснабжения, ну и самое главное – оказывать услуги нормативного качества населению и предприятиям, которые работают, и люди, которые живут в этих городах. По окончании церемонии награждения все участники мероприятия посетили Музей истории газового хозяйства. Посетители ознакомились с уникальными экспонатами и документами, прослеживающими развитие отрасли с момента становления до настоящего времени. 18 автобусов среднего класса вместимости появятся в Чебоксарах в ближайшее время. Сейчас перевозки по городу осуществляют 25 МАЗов. К ним добавится еще несколько. До конца месяца они должны дополнить маршруты 32, 33 и 42. Сейчас они уже прошли регистрацию в ГИБДД, уладят формальности и, в принципе, встанут на маршрут. Сейчас городская администрация готовит постановление об ограничении движения грузового транспорта. Оно вводится ежегодно на время весеннего паводка. В этом году ограничение вступит в силу с 20 марта. Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику перевозок. Уже сегодня, 11 февраля, аналоговое вещание отключили в семи регионах России. Чувашия вошла в так называемую «вторую волну». В нашей республике работы по отключению аналогового сигнала начнутся с 15 апреля. А значит, у зрителей с устаревшими моделями телевизоров еще два месяца, чтобы приобрести необходимые для перехода приставки и антенны. Народный контроль проверил, не пользуются ли этим обстоятельством продавцы, чтобы искусственно завысить цены. Черный экран увидят с 15 апреля жители республики, которые смотрели аналоговое телевидение и не приобрели оборудование для перехода на цифру. Впрочем, это касается только телевизоров старше 2013 года производства. В новые модели оборудование встроено. Старые приемники без дополнительного оборудования просто не смогут расшифровать цифровой код сигнала. А значит, ближе к часу X ритейлеров ждет повышенный спрос на приставки и антенны. Чтобы исключить сговоры и случай недобросовестной конкуренции, Минпромторг России изучил вопрос и рекомендовал продавцам, помимо дорогих моделей, иметь в наличии приставки стоимостью до 1000 рублей. Исполняют ли данную рекомендацию магазины «Чувашия» проверил Народный контроль. Я являюсь координатором Народного контроля. И в рамках этого проекта мы сегодня мониторим цены на приставки к цифровому телевидению. Хорошо. Есть ли у вас это оборудование? Есть. Сейчас, за два месяца до перехода, крупные сетевые магазины продают до 15 таких приставок за день. В среднем цена самого дешевого варианта как раз у верхней границы рекомендованы. Мы предлагаем там варианты, доступные для всех покупателей за 990 рублей. И как бы большинство смотрит подешевле варианта. Самая низкая стоимость, которую за рейд удалось зафиксировать Народному контролю – 890 рублей. Для цифрового телевидения, к примеру, только для этой функции будет достаточно не самая расходная. Тестовым регионом, где аналоговое вещание отключили еще 3 декабря прошлого года, стала Тверская область. Тогда в магазинах не хватало приставок для приема цифрового ТВ, а Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупных сетевиков из-за необоснованного завышения цен. В Чувашии пока оборудования хватает. Что касается цен, продавцы отвечают по-разному. У одних они не менялись уже почти два года, а у других якобы даже стали ниже. По цене раньше стояли дороже, примерно полторы тысячи рублей. А начиная с нового года цена упала до 990 рублей. За счет чего упали цены? Мы идем на встречу клиента, чтобы все сделать для клиента, и клиент был доволен. Плюс закупаем в большом объеме. Более того, самые крупные сети даже заключили о меморандуме. Участниками этого меморандума являются все крупные игроки Российской Федерации. О том, что мы будем поддерживать наличие таких приставок в нашей сети, в том числе в разных ценовых сегментах, то есть и дешевых, и дорогих. Итог рейда. На сегодняшний день нарушений не выявлено. Цены разнятся. Стоимость от 800-900 и до полторы, даже в некоторых торговых сетях есть 2,5 тысячи. Это в зависимости от технического устройства, в зависимости от марки телевизора, современной или несовременной. То есть покупателю есть чего выбрать, в зависимости от того, что он хочет смотреть. В целом мы довольны. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Мы продолжаем информационный выпуск программы «Республика». К другим новостям. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, нашего земляка Александра Кучетова. В Чебоксарах прошел первый республиканский кадетский форум, посвященный знаменательной дате. Флейты, трубы, саксофоны, барабаны. Вот такой оркестр встречал всех участников и гостей форума в кадетском корпусе имени Кочетова. Ребята с удовольствием осваивают не совсем профильную специальность, а некоторые мечтают превратить хобби в профессию. Оркестр у нас еще существовал с того момента, как я учился еще в 47-й СОЖ. То есть оркестр был вначале на базе 47-й школы, но позже поступило предложение от кадетского корпуса, и больше половины всего оркестра поступили сюда. В будущем я хочу поступить в музыкальное училище в городе Москва, чтобы стать военным державом. На втором этаже девушек в пышных платьях и юношей в парадной форме закружил венский вальс. В рамках форума проходил седьмой республиканский конкурс «Бал четырех побед». Кадет прежде всего должен успевать все. Поэтому я считаю, прежде очередь, что мы каждую неделю занимаемся танцами. Мы ходили летом, мы ходили на каникулах. Конечно, времени уходит много, но про учебу мы тоже не забываем. Мы ударники, отличники. Кадет в первую очередь – это лидер, который всегда готов защищать свою родину и имеет честь и совесть. Я думаю, что кадет развивается во всех сферах и очень спортивный, и хорошо танцует. Я надеюсь, что это мне поможет в дальнейшей жизни, и будут хорошие качества. Форум собрал более 500 кадетов со всей Чувашии. Для вас открываются все возможности. Мы сейчас посмотрели выставки, значит, соответственно, посмотрели, как кадеты занимаются тоже искусством. Это тоже высший пилотаж. Это тоже очень важно для положительных эмоций, для позитива. Огромные слова благодарности родителям за то, что воспитали достойных своих сынов и дочерей. Глава Чувашии вручил первые удостоверения члена Всероссийского движения «Юнармия» самым отличившимся ученикам. А ученик столичной 37-й школы, командир военно-патриотического клуба «Орлята-37» Александр Григорьев получил знак отличия «Юнармейская доблесть второй степени». Победитель и принер республиканских и всероссийских первиц по военно-прикладным видам спорта, участник общеразвивающей и общеобразовательной программы «Школа будущих командиров», которая состоялась в Международном детском центре «Артеку». В форуме принял участие и правну героя Советского Союза Александра Кочетова Дмитрий Яковлев. Я тоже очень горд, что данный корпус носит имя моего брадеда. И не только я горд этим, и вся моя семья большая, огромная. И хотелось бы пожелать нашему молодому поколению, юным кадетам, не останавливаться на достигнутом и никогда не отходить от своего жизненного пути. Тематические площадки тоже стали частью форума. Мастер-классы по радиовещанию, робототехнике, военной подготовке, декоративно-прикладному искусству, различным видам фитнеса. У кадетов огромный выбор. В конференц-зале прошло совместное заседание Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса и Совета отцов. Чувашский кадетский корпус станет ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию и пилотной площадкой для взаимодействия с учебными заведениями, осуществляющей подготовку специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации и органов правопорядка. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания молодого поколения. На заседании подписали соглашение между Кадетским корпусом и Советом отцов о взаимном сотрудничестве в патриотическом воспитании молодежи. Следующим шагом станет рабочий план встреч. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Представительница команды Чувашии по легкой атлетике Анжелика Сидорова подтвердила лучший результат сезона в мире. Спортсменка одержала победу на международных соревнованиях в Мадриде, взяв планку 4 метра 91 сантиметр. Своих конкуренток Анжелика оставила далеко позади. Результат серебряного призера Николеты Кириакапулу 4 метра 74 сантиметра. Пока спортивный сезон для Анжелики Сидоровой складывается удачно. В январе легкой атлетка завоевала и первое место на кубке главы Чувашии. Именно в нау-чебоксарский спортсменка установила мировой рекорд года. Сегодня получилось даже больше, чем я планировала, поэтому остался очень доволен. Будем выступать на всех российских стартах, которые будут. Вместе со всей страной жители Чувашии поддержали всероссийскую лыжную гонку. Медали здесь не самоцель, хотя и определяют победителей. Для многих любителей спорта лыжня России становится поводом провести выходные с пользой для здоровья. За массовыми стартами их участниками наблюдала наша съемочная группа. Даже на этой трассе, вблизи Чебоксарского аэропорта, участникам массовой гонки становится тесно. Лыжня России продолжает бить рекорды и привлекает все больше горожан. Одновременно со столицей республики стартуют и все муниципалитеты. Чтобы догнать лыжников и снять эффектные кадры, наш оператор пересаживается на снегоход. Массовый старт на трехкилометровую дистанцию. Пример горожанам подали депутаты госсовета, члены правительства и глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что в республике увеличивается количество поклонников зимних видов спорта. И это вновь подтвердила Лыжня России. Здравствует лыжный спорт. Слава любителям лыжного спорта. Здравствует лыжня России 2019. Ура, хочу сказать. Фору молодым готовы дать ветераны. Мастер спорта Советского Союза Геннадий Арсеньев старается поддерживать хорошую физическую форму, чтобы не сойти с дистанции и вновь подняться на пьедестал. Самое главное, любить надо спорт, любить себя, любить жизнь. Не надо увлекаться такими, как можно сказать, выразиться, да. Курить погодными вот этими привычками. Я не курил, я не пью, никогда не пил, не курил. Среди постоянных участников забега и Пимен Петров. Скоро ветерану исполнится 90 лет, а он по-прежнему покоряет километровые дистанции на деревянных лыжах. Я потому и выхожу на лыжню, что у меня лыжи в 1938 году подарил, привез из фронта, Кареллофинского фронта, раненый мой крестный, свои военные пограничные лыжи. На лыжне немало семей. Антон Андреянов вместе с дочкой и собакой Челси приехал поболеть за сына. Мы сами ходим уже 10 лет. Он с годика ходит уже на лыжню России. Или ты будешь бежать на лыжах? А дядя умею пока. Она может повезет тебя? Пока не повезет. Она на поводке. На поводке? А зачем ей номер прицепили? Папа сказал, что она будет бегать за женю. На лыжне России разыграли 6 комплектов медалей. Для профессионалов гонка на 5 и 10 километров. Но все же для большинства горожан победа здесь не так важна. Такие мероприятия, во-первых, объединяют людей. Как-то все становятся ближе друг к другу. Здесь очень много корпоративных участников. А для кого-то лыжня России 2019 стала дебютом. Мотивировала дочка, чтобы она все это видела, чтобы соревнования была пропитана этой атмосферой. Желаю всем участникам крепкого здоровья. Уже выходные обнародовали точные цифры. Только в республике массовую лыжную гонку поддержали порядка 65 тысяч человек. Рекорд прошлого года уверенно побит. Победителям, а также самым юным и опытным участникам вручили медали и памятные призы. Дмитрий Ковалев, Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев и Андрей Шоклев. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Субтитры подогнал «Симон»!